Не обязательно быть супергероем, чтобы как паук подниматься вверх по стене. Скалолазы, например, легко поднимаются и опускаются по отвесным скалам. Правда, им помогают специальные приспособления. А вот какие, узнаем прямо сейчас. Мы находимся на скалодроме. Это тренировочная площадка с высокой стеной, которая очень похожа на настоящую скалу. Стены для скалодрома делаются из прочных деревянных щитов, закрепленных на металлическом каркасе. Разноцветные выступы, так называемые зацепы. Они имитируют неровности скальной поверхности. Скалолазы двигаются на самый верх, шаг за шагом, выступ за выступом. И как тебе не страшно так лазать? У тебя, наверное, специально есть одежда? Да, есть. А какая? Расскажи. Ну, спортивный костюм и скальники. Ох, какое интересное слово. Скальники. Оказывается, это специальная обувь для занятий скалолазанием. Они мягкие, гибкие, на тонкой подошве. Лотно облегают ногу, чтобы стопа чувствовала выступы. Ну, интересно, а как же руки? А если руки у тебя вспотеют? Есть специальный порошок, он называется магнезия. Этим порошком скалолазы натирают ладони, чтобы не скользить. Держат его, что называется, под рукой. Специально мешочки на поясе. Магнезия. Белый порошок для подсушивания кожи. На самом деле, это соль магния, которая хорошо впитывает влагу и увеличивает силу трения между пальцами. Магнезию также применяют в легкой и тяжелой атлетике, спортивной гимнастике и пауэрлифтинге. Еще одна вещь, необходимая скалолазу, это веревка. Не любая, а альпинистская. Ее делают из сотен длинных нейлоновых нитей. Она не рвется и очень долго не перетирается. Веревка основа страховки и безопасности. А я вот смотрю, ты специально обвязываешься. Да. А можешь показать, как ты это делаешь? Эм, да. Я ее сначала одеваю просто, ноги просовываю вот в эти петли, а то еще вот в эту большую петлю, а потом затягиваю. Эта часть страховки называется обвязка. К ней одним концом крепится веревка. Второй конец отдается в руки того, кто будет страховать. Когда скалолаз поднимается по стене вверх, на своем пути он встречает не только зацепы, но и специальные крюки и петли, так называемые оттяжки. К ним он цепляет свою веревку с помощью карабина, толстой металлической скобы с защелкой. Благодаря ей спортсмен может спокойно отпустить руки и не упасть. Он просто повисит на оттяжки, если, конечно, страхующий будет крепко держать другой конец веревки. Такой тип страховки называется нижним. Шлем скалолазы не надевают. Чем меньше вес снаряжения, тем легче спортсменам удержаться наверху. Правая рука, белая рука за углом. Хе-хе, ну на сегодня это все. Присылайте свои вопросы, корреспонденты-почемучки на все найдут ответы. Пока!